Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Девочек-припевочек три дня нет на ютубе. И вы знаете, я так вот решила зайти к ним на канал и почитать их новые комментарии. И мне было просто интересно, потеряли ли зрители девочек-припевочек. Но не тут-то было. Их, собственно, абсолютно никто не потерял. И просмотров-то у них аж шесть тысяч, представляете? Но зато сколько комментариев. И главное, что ни одного практически нет позитивного. Один из пятидесяти можно нарыть, а все остальные просто жуть. Хотя вовсе и не жуть. Всю правду им написали зрители. И знаете, вот по комментариям я задумалась, что они уже сравнялись по комментариям негативным с пиратами. Это же ужас, чтобы ни одного поддерживающего коммента не было. Их никто не поддерживает. Посмотрите, что им пишут. Я вам, девчонки, всегда писала, что работать всегда выгоднее, чем сидеть на попе ровно. Особенно в вашем возрасте. Вам не скучно? А для того, чтобы вам пенсию засчитали, надо работать. Вы так радуетесь. Это только справедливо. И это все задумано специально для вас. Уже не знают, как вас мотивировать. А для тех, кто работает, это, конечно же, справедливо. Вернее, там было несправедливо. Но никто не знает, что завтра будет. Будет ли Украина платить пенсию, мы уж точно не получим. Так как нашу кассу уже разграбили. И соберут ли деньги обратно, никто не знает. Если только ясновидящие знают, что дальше будет. Дальше, если вы пойдете на работу, но это если, а так вас это не касается. Вы не работали и не будете работать. Тунеядки – это про вас. Клоунесы. Вы еще не работали и не начинали работать. Уже радуетесь. Вы еще устроитесь на работу. А сидите на пособие. Вам это не грозит, вы же не работаете. Интересно вопрос, откуда у халявщиков будет стаж. Но сами на первых минутах упустили, что за заработанный стаж. Вопрос. Сколько вы заплатили в пенсионный фонд? Ноль ноль центов. Но просто нас радует новость. Сто процентов украинцев будут работать. Начните с себя. Вот и будет радость. Доработайте до 65 лет. Заработайте минимальных 30 лет стажа и минимальную пенсию, на которую в Германии невозможно прожить. И тогда будет вам тема для разговора. А пока это новость для тех, кто работает, дорогие нахлебницы. А вы-то тут при чем? Какой стаж заработали, фантазерки? Вы еще пойдите и поработайте, а потом уже квакайте. Все верно. Работать будете всю жизнь. Пенсии вам не светит. Сначала найдите работу, потом будете радоваться. И дальше. Причем здесь хейтеры? Это же в Украине. А здесь бегом на работу, пенсию зарабатывать. Ну и дальше. Вы сами себе хейтеры. Настя, прежде чем головой махать с ехидной улыбкой, дирижировать руками и дергаться всем телом, вначале надо пойти на работу, а потом комментировать закон. Как я поняла, у вас не дня стажа. Радость откуда пришла? И вы знаете, все один как в один. И все им пишут как раз таки о том, что они тунеядки, что они не работают, стажа не имеют, но зато чешут своими языками совершенно не по теме. И вот что-то после этого видеоролика девочки пропали. Ну, либо Анька там приболела. Ну, кто ее знает, там она и кашляла, и голоса у нее не было, и за кадром она находилась. То ли девочки-припевочки решили побухать. Ну, а что, ребят, мы же их закодировали от Ютуба. Они вон на стрим боятся выходить пьяными и бухать боятся на стриме. Да, как бы их видео не разнеслось по всему миру. Так что уже, ребят, обзорный канал делает свое дело. Да, и наша Вишневая команда. Уже пить перестали в стримах. Ну, а выпить-то хочется. И я думаю, девочки шумелку себе устроили, но только без видосов. Ну, или реально там проблемка с телефоном, и поэтому снимать не на что. Анька, может, свой не хочет на съемки пускать. Ну, а что ж, она решила, что лучше пусть Настенька на свой снимает. Но они же так заявили, что не снимали, потому что с телефоном была проблема. Получается, снимали на Настеньке телефон, либо по очереди. Но канал-то Анькин. Возможно, там какие-то проблемы с телефоном. Но, возможно, и Анька приболела. Ну, кто его знает, где они там ходят и что она могла подцепить. С Настей-то все в порядке. Вон кудри накручивает, трясется вся перед камерой, аж дрожит. Так хочет внимание мальчиков привлечь. Ей же написали «Тургеневская девушка». Правда, Настяка и не поняла, что такое «Тургеневская». Ну, девка туповатая, откуда ей знать. Скривила морду свою в удивлении. Кто ж такой Тургенев? Это ж какое позорище. Ну, и, ребят, все же очень интересно, да, что девочки всегда говорят, что есть и адекватные зрители, есть и хорошие комментарии. Да, но только что-то адекватные зрители и хорошие комментаторы девочек-то не потеряли. И не интересуются совсем, куда же пропали великие благерицы, вернее, великие фрикелиньи или как фрикерицы или фрикелиньи. В общем, девочки, напишите, как лучше и мальчики подходят. Ну, потому что на большие они не тянут. Ничего нормального, интересного они даже показать в своих влогах не могут. Либо вечно недовольны, либо постановы со скандалом, ну, либо распаковка. Ну, или Вика и Марина в кадре. Ну, и да, Лео, который вряд ли уже будет в кадре. Ведь он такую вещь дорогую Настькину поломал. Дорогущий телефон. Ну, а вообще, ребят, может, и побухивают. Поэтому решили оторваться по полной. А это же, знаете, надо и набухаться, а потом еще и отходняк словить. Так что всякое может быть. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok